Всем привет! Сегодня мы поговорим о красоте, о макияже. В частности, меня спрашивали о том, как ухаживают за собой турчанки, есть ли у них какие-то особые секреты, с чем-то это отличается от наших девушек. У меня, в принципе, о турецких женщинах есть видео на канале моем, о чем-то я рассказываю. Не хотелось бы просто повторяться, но вот именно сама формулировка вопроса повторяется из раза в раз. Значит, я это на канале еще нормально так не освещала. Вопрос такой, как они делают макияж, какие-то особенности турецкого макияжа, что им нравится в макияже, какими средствами им пользуются и все прочее. По поводу именно макияжа. Здесь два типа девочек есть. Когда говорят, что там не ухоженные, не умытые, не накрашенные в основном, у меня всегда это говорит о том, что человек в какой-то провинции живет или в каком-то таком районе, где такие провинциальные люди, потому что женщины в большом городе за собой, естественно, ухаживают. Но, конечно, у них очень яркая внешность. У них очень яркие, в основном темные волосы. Давайте о волосах сразу поговорим. Турчанки очень любят использовать какие-либо масла. Если у них часто красят волосы, как-то за ними сушат их, они используют масла. Потому что волос плотный, толстый, не славянский. Масла очень хорошо впитываются. Волосы выглядят, очень переливаются красиво такими холеными. И, скажем так, в этом есть резон. На мои тонкие славянские волосы я не все масла могу использовать, только определенные марки, определенного состава этих масел. Потому что у меня будут сосульки, они будут сразу жирными. Турецкий волос этим лучше дружит. По поводу волос. Волосы красят, стригут. Очень любят многие краситься в блондинок, как ни странно. Черный волос в блонд. Мастера здесь любят жечь волосы такими химозными сильными красками. Потому что черные волосы сделать блондинистым очень-очень тяжело и трудно. Но иногда, это очень дорого, сразу скажу. И иногда ты прям видишь, редко, очень редко. Но есть женщины, которые потратили очень много денег. И поддерживают этот блондинистый цвет волос. И это действительно бывает очень красиво. Но в основном всегда блонд здесь с рыжим отливом, с коричневым. Он быстро смывается. Это огромная проблема. Последние несколько лет уже появились не только Вэлла, там, профессиональные в парикмахерских. Вы также можете купить шампуни по уходу. Средства они продают так же, как и в России в парикмахерских сопутствующие товары. Они любят очень химку. И некоторые любят у многих кудрявые волосы. Либо волос прямой, плотный, либо бывают кудрявые. Девчонки делают химзавивку некоторые. Это действительно очень красиво смотрятся. Такие афро-мелкие завитушки на волосах очень красиво. У меня есть две таких соседки. Турчанки молодые, девчонки продвинутые, все-таки в татуировках, модно надеты. С такими кудрявыми-кудрявыми волосами. Но эта химка очень красиво смотрится. И так как у них волос плотный, это очень хорошо смотрится. Очень, знаете, волосы не смотрятся сухими, пережженными. Очень органично. Очень красиво. Мне нравится такое. Очень любят иногда, очень любят иногда хорошие фразы. Некоторые категории, скажем так, женщин любят наращивать волосы. Наращивание здесь стоит так, как в России. Но микрокапсулами хорошее. Поискать мастеров надо. Это будет стоить дорого. Но это есть. Но среднестатистически и похуже мастера наращивают широченные, страшнючие капсулы. Это, конечно, сразу очень видно. Это я считаю некрасивым. Это вообще мода десятилетней давности, если честно. Что в мире было модно. Сейчас это уже не актуально. Но есть, кто еще любит наращивать волосы. Также может и в России кто-то это делать. Я как бы не в курсе. Но здесь такая категория женщин есть. И считается, что это модно, дорого, красиво. Но выглядит это некрасиво. Потому что это широкие капсулы позапрошлого просто века. И в плане наращивания волос, именно в Стамбуле даже, если смотреть, есть хорошие мастера, но стоит очень хорошо. А такие широкие ленточные, можно сказать, в кавычках, практически ленточные наращивания, они вообще в каждый салон это делают. Это как Эждэ Мехмед и Вася Эзина, там знаете, имени его салон. Все этим занимаются. А далее по поводу лица макияжа. У них очень яркие волосы, брови, глаза очень красивые. Честно, на мой личный взгляд, и под трендом мировым, сейчас в Турчанка можно просто хорошо ухаживать за качеством кожи, а сильно краситься не обязательно. Здесь тоже есть женщины, молодое поколение, девчонки молодые, которые любят макияж, любят тренды, они красятся. Но используют в основном здесь косметику дешевле, которая в Гратис Ватсонс из масс-маркета здесь. Вообще в тенденциях макияжа здесь всегда, кстати, у женщин очень хорошие брови, густые брови, и они их, как правило, выщипывают методом нити. В парикмахерских это такая услуга есть. Плюс еще очень часто, кто много там микроблейдинга они делают, кто много чего выщипал, лысые брови, да. Также есть услуги по наращиванию волосинок, у кого там что-то выщипано, выпадало, все это тоже здесь есть. Макияж. Очень любят. Либо какие-то стрелки, но не прямо вот в сериалах, как вы видите, это чересчур нарочитые. И в сериалах, когда вы видите актрисы, их макияж такой, оно легкий, нюдовый, повседневный. Это история каких-то женщин богатых, ухоженных, которые понимают уместность макияжа, скажем так, выгул этого макияжа к обществу, в который она пошла, повод, короче, да, по какому поводу она делается это макияж. И здесь очень, не то прям стрелки огромные, длинные, просто нижнее веко подчеркнуть, верхнее веко. Некоторые наклеивают просто тогда реснички. С макияй здесь тоже любят некоторые. Я про тех, кто сейчас вот это все рассказываю, не по всей, прям прям всех-всех-всех, а кто именно макияжем увлекается и любит, да, тренды. Иногда бывает, что и яркие глаза, и красные губы, но красные губы здесь встречаются гораздо реже. Я бы сказала, что красные губы больше социально у людей, у мужчин будут ассоциироваться с какой-то доступностью, с флиртом, с намеком. Вот эта вот оральная зона выделена активно. Это ночные клубы, бары, дискотеки для привлечения, естественно, мужского какого-то внимания. Не скажу прям аристократично, но, короче говоря, взрослая, средних лет, я имею в виду, женщина самодостаточная, с деньгами, которые есть чувство вкуса и стиля, она будет одета, я вот это раньше рассказывала, более-менее неприметно, но дорого, не сверкая надписями марок каких-то, да, нарочито показать, сколько у меня денег, смотрите, и макияж у нее будет соответственно, да, это более нюдовые, коричневые оттенки, вот подведенные какой-то века реснички, там, бальзам на губах или какая-то такая легкая помада, коричневые оттенки, то есть не супер сильно проская и яркая в дневном макияже. Вечерние макияжи, концерты, рестораны, что турки очень любят ходить по ресторанам, там, где музыка, танцы и все прочие дела, пляски, там вот встречаются чаще темные макияжи, смоки, яркие губы и всякое такое, с этим проблем нет. Если это выходы в свет, типа свадьба, какие-то мероприятия, где там видеофотосъемка, ну, праздники, да, дни рождения, какие-то там юбилеи и все прочие дела, то там прям вечерние макияжи, тренды здесь такие прям, это делается, либо вызывают домой визажисты, либо, как правило, чаще всего здесь собираются в парикмахерских салонах красоты, волосы сразу делают и макияжи, там макияж прям такой, как классика, это там века выделенный уголок, накладные ресницы, там сразу и губы бахнут поярче, там прям такой макияж трансвести, так как некоторые это называют, то, что, в принципе, как у меня сегодня яркий макияж, это приемлемо, абсолютно нравится многим. Для праздника, короче, краситься прям ярко, как нужно, но выйдя в магазин и накраситься, здесь такой темы я вообще, честно, не замечаю. Здесь больше акцент у молодого поколения на ухоженную кожу, там бровки подрисуют, немножко тона могут нанести, все пошло, то есть бровки там, знаете, короче, обрамление лица такое сделают, но не супер как-то ярко и на мусорку, на каблуках с макияжем не пойдут, вот за что здесь есть. То есть, если это шопинг, ну, короче, минимум какого-то макияжа, минимум какого-то супер там чисто, вот так скажу, чисто, ухоженно, но и не броско, вот так бы я это назвала. Естественно, девчонки, которые религиозные, в платочках, закрытые какие-то, есть, кто любит макияж, у них более все сдержано, конечно, они не привлекают, кто действительно там верующий, да, внимание к себе, я бы не сказала, что они там запущены за собой, не ухаживают, ни в коем случае, они просто так же сдержанно, не броско, чистые, лицо я имею в виду, да, минимум, что бальзам на губах, там реснички подкрасила, и все, хватит румяшки, все хорошо. Многие вообще никак никакую косметику не используют, но еще и девчонки, которые религиозные, они, да, могут быть сигареткой, там, в каких-то таких заведениях, да, публичных, как-то там себя вульгарно вести, громко смеяться, привлекать внимание, что, в принципе, было бы нежелательным в их позиции, в их ситуации, сигареткой, я как сказала, с кружечкой кофе, но при этом яркого макияжа я вообще не видела девчонок закрытых, честно, не припомню сейчас случаев с ярким макияжем. Вот что сказала, они любят масла, крема для лица, для тела, но в среднем, здесь среднестатистическая турчанка, городская, из деревни я вообще молчу, я не знаю, может, ничем не пользуются, но они используют недорогую косметику, марка и форошее очень у них популярная, вот Гратис, Росман, Ватсон, стрим-магазина сетевых масс-маркета косметики, те, у кого денег побольше покупают, что-то там в Сифоре, ну, Сифор в основном берут парфюмы и декоративную косметику, там всякая Наташа Дино, на Худо Бьюти представлена, у Стамбуль вот это все есть, можно онлайн все это заказывать. Уход, ну, в других каких-то магазинах, в аптеках очень много ухода, это тоже популярная марка Ля Рош Позе, такая же, как у нас, да, все то же самое. Там тоже вот в аптеках неплохое наполнение, даже получше, чем в России в аптеках косметики. Есть тоже сайты аптечные такие с косметикой, ну, все то же самое, АВН, марка, все то же. Если подвести итог, я бы сказала, что среднестатистическая стамбульчанка среднего возраста использует косметику масс-маркет, по праздникам, по выходам красится сильно, в будние дни либо на работу, не вульгарно, но подводит, например, тушь глаза, бальзам для губ, может быть, тон лица, что-то такое, да, и в магазин, если она пойдет, либо нам мусор выносить, она специально для этого прихорашивается, красится как-то, одеваться особо, или там за продуктами в магазин пойдет, она этого делать не будет, или как-то вычурнуто слишком одеваться. Но если она идет на свидание, на встречу с подружкой, в торговый центр, в кафе, еще что-то такое, она себя в порядок приведет. Если процентное соотношение, прям, когда говорят, что ой, у нас, мне вот это очень нравится сравнение, у нас такие все женщины ухоженные, я имею в виду, на постсоветском пространстве, за собой хорошо ухаживают, косметика, пользуясь всем прочим, я бы так не сказала, честно. Потому что, когда я была последний раз в России прошлым летом, мне очень много попадалось на глаза женщин, которые за собой не ухаживают так же, или как-то чересчур, например, у нее много косметики, и порой бы хотелось умыть человека, да, или как-то она использована странным образом, косметика, или еще что-то. То есть это относительно все, вот эти рамки какие-то, вот эти красивые за собой ухаживают, да, эти за собой не ухаживают, некрасивые, везде всякие люди, вот чему я хочу сказать, есть. Где-то есть плюсы, минусы, где-то чего-то больше, чего-то меньше. Но секрет турчанок – это просто хорошее качество волос, качество кожи, неброский макияж, но при этом ухоженный за собой, это среднестатистическая девчонка у большого города, я бы так это назвала, среднего возраста. А выводы права и не права делать уж сами. Но если вам будут втирать и говорить о том, что все турчанки неухоженные, плохие там, и все такое прочее, ходят в шароварах в мелкий цветочек и все прочее, вот это вообще мимо ушей пропускайте однозначно. Не то, что это неправда, это слишком кто-то хочет, это имеет место быть, но не для большого города. И это условность какая-то, это какое-то более заблуждение, я бы это так назвала. Так как мы все равно здесь, знаете, развиваемся, и косметики, магазины с косметикой, то есть не зря открыты, и люди этим пользуются. Так что вот так. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Я вообще за то, чтобы мы улучшали себя, других, окружающих людей, внешне хорошо. Просто умыться, знаете, себя в порядок привести, необязательно сильно там как-то краситься, чересчур там на это деньги много тратить денег, да. Просто быть чистым, приятным и приятным человеком, этого уже достаточно, вот и все. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока.